Здравствуйте, дорогие друзья! На прошлой неделе замечательная актриса театра и кино Елена Яковлева, известная всем по работе в таких фильмах и сериалах, как Интердевочка, Каменская, Вангелия, Жуков и многих-многих-многих других, выступила с творческим вечером перед зрителями Якутска. Организатором этого вечера стала компания Voyage Tour. За час до выхода Елены Яковлевой на сцену мне, можно сказать, посчастливилось взять у нее интервью. Вообще, она редко общается с журналистами, а тут мы проговорили достаточно долго. Готовясь к беседе с народной артисткой России и действительно всеобщей любимицей, я пересмотрел несколько фильмов с ее участием, в том числе незаслуженно обойденную вниманием картину «Рита». Там учительница, героиня Яковлевой, говорит о своих учениках. «Очень трудно вложить душу, когда их примерно где-то человек 140». И мне подумалось, нас-то в зале будет гораздо больше. Это трудно вкладывать душу в каждого зрителя? Вы знаете, если любишь свою работу, любишь то, что делаешь, и любишь тех людей, для которых это делаешь, то нет, нетрудно. Тем более, что отдача видна в моем случае мгновенно, то есть реакция идет. Если нравится людям, то они внимательно слушают и реагируют. Или смехом, или какой-нибудь такой фантастической паузой своей, зрительской, когда в массе она увеличивается и энергетически увеличивается. Поэтому, если вот с моей точки зрения, то нетрудно. А вы знаете, когда мы засмеемся, в какой момент? Нет, нет. Нет, реакция, она, понимаете, как у меня, мои вот эти вот встречи, которые я для себя иногда позволяю делать, они чисто импровизационные. То есть вот какая я сейчас есть, о чем я захочу сейчас говорить, как пойдет, и это чисто импровизация. И поэтому думать о том, как будет там реагировать зритель, у меня нету невозможности, ничего. Мне нужно просто пытаться реально, как вы говорите, завоевать душу. Вот я и пытаюсь это делать. Поскольку камеры сейчас в зале не будет, я спрошу, как вы выстраиваете свои творческие вечера? Что сейчас нас ожидает? Это вот с чего я начинала, и потом исключительно идет разговор и ответы на вопросы зрителей, что интересует. Потому что, ну, журналисты, они в основном спрашивают или по какой-то теме, то есть вышедшая какая-то картина или вышедший какой-то спектакль. А зрители, они иногда помнят то, что вот, ну, как вы сейчас мне вот про Риту напомнили, а я, честно скажу, немножко уже запамятовала эту картину по одной простой причине, что их много было, и никто так особо не интересовался. Но я вспомнила в связи с этим одну очень интересную историю. У нас там с Сережей Газаровым должна была быть постельная сцена. Ну, в общем, она, в принципе, и была, но не такая, как хотели режиссер и оператор. Ну, в общем, репетировали, и Сережа находился в майке. Ну, обыкновенная майка мужская. И когда уже все было готово к моменту съемок, режиссер говорит, Сережа, снимай майку. А Сережа сказал, ты уверен, что мне надо это делать? Режиссер ничего не подозревает. Говорит, да, я тоже, честно скажу, не ожидала такого. Ну, в общем, когда Сережа снял майку, оказалась такая волосатость у мужчины, которую, ну, невозможно было без смеховой истерики. В общем, вся съемочная группа стала смеяться. Конечно же, любовная сцена была разрушена. Когда ему обратно напялили майку, стало еще смешнее, потому что я поняла, что она на нем не сидела, а висела. Ну, поддерживая майка. Поддерживала. Я говорю, а вот почему такое ощущение, что ты такой мощный? То есть, ну, вот бывают такие ситуации. Я говорю, ну, вот благодаря тем, что вы вспомнили, я вспомнила эту историю. Елена Алексеевна, вопрос из разряда «Можно ли верить Википедии?» Объясняя причину своего ухода в 2011 году из «Современника», вы сказали, театр стал абсолютно другим, таким, как все. Что изменилось в театре не в лучшую явно сторону, и что такое таким, как все? Ну, они тоже, знаете, иногда лукавят, журналисты. Так как все, в какой-то степени, да, может быть, это и правда. Оно реально, когда в 1984 году я пришла в театр, это был театр с большой буквы, это был великий театр. И, ну, к сожалению, мы все и стареем, и талант стареет у каждого человека абсолютно. И способности превращаются или в какую-то обыденность, то есть, ну, достигается пик чего-то, да, каких-то своих возможностей. И потом уже на этом пике, и, ну, хочется же, чтобы это все росло и росло, чтобы потолка не видно было. Ну, там все вместе. Я и не только обвиняю, как бы, или там чего-то говорю о театре, а и о себе тоже. Я вдруг поняла, что дальше этого уровня я в театре, в этом театре не прыгну. Елена Алексеевна, я вспоминаю спектакль, который меня когда-то потряс в «Современнике». Это крутой маршрут по повести Евгении Соломоновой «Гинсбург». А что для вас значила роль в том спектакле? Я в этот спектакль попала удивительным образом, как, в общем-то, и во все спектакли театра «Современник». Никогда в жизни ничего на меня не ставилось. Я просто как-то случайно входила, и в этот спектакль тоже меня ввели. Ну, я безумно благодарна, потому что мне эта роль очень нравилась. Это, конечно, грандиозная постановка Галины Борисовны. Она мощная и до сих пор держится в театре. И это такое было очень хорошее испытание для меня тогда молодой артистки. Вот у Евгении Гинсбург есть такая ремарка в повести. Наверное, я была, да и осталась непоследовательным человеком. А вы? Да, потому что, в общем-то, в принципе, в моем возрасте в таком так круто решать свою судьбу и еще что-то. Да, крутой маршрутик такой получился. Конечно, было и страшно, но я человек импульсивный. И, в общем-то, думаю, что нужно реально делать в жизни то, что, ну, как ты чувствуешь, не то, как ты обдумываешь. Потому что если бы я обдумала какие-нибудь свои поступки, то я, может быть, чего-то бы и не сделала. Может, я и не согласилась бы на какие-то работы, которые в тот момент казалось бы... Ну, вот как мне все говорили, Ванга, ты чего с масла шла? Зачем тебе это надо? Лицо под маской. А я про себя потом думаю, ну, когда бы мне еще могло случиться сыграть такую роль, благодаря которой я перечитала кучу работ, кучу книг, материалов, изучала. Мне интересно было копаться. Я до сих пор не знаю, бывают такие люди. И люди ли это с действительно какими-то такими вот природными фантастическими данными, или это же какое-то лукавство и шаманство и тому подобное. Я до сих пор не разобралась. Но мне было очень-очень интересно. Двое на качелях. Уильям Гибсон. Ваша героиня. Вот уж без чего не могу обойтись, так это безудобной кровати. А вы? Насколько для вас важен комфорт? Вы знаете как, это все зависит от женщины. Мне кажется, что даже и в сарае, грубо говоря, можно сделать какие-то минимумы условия для того, чтобы нормально переспать и тому подобное. Но, конечно же, очень нравится, когда все удобно и красиво и чисто. Я, например, обожаю ремонт. Многие его сравнивают с пожаром или с наводнением. А я люблю ремонт, потому что я знаю, что после этого какое-то время убираться не надо, чтобы быть чисто. Я люблю покупать вдруг, знаете, вместо того, чтобы мыть старые сковородки и кастрюли, грубо говоря, все это отдать товарищам, которые в них больше нуждаются, и купить новое. Ну, я не знаю. Наверное, да. Правильно ли я сейчас скажу, что два ваших самых любимых писателя – это Бунин и Набоков? Да. Как-то это неизменно. У меня есть любимая цитата от Набокова. Из одного его рассказа называется «Письмо в Россию». А ведь мода – это творчество человеческой посредственности, известный уровень, пошлость, равенство. Ну, если тупо следовать моде, вот, то да, наверное, все равно человек должен это все на себя прикидывать. Есть вещи сейчас безумно модные, это очень-очень короткие шорты и маечка, еле-еле прикрывающая грудь. Я, например, никогда в жизни этого себе не позволю по одной простой причине. Хотя, в принципе, и могла бы, судя по тому, кто в этом ходит. Но надо как-то смотреть и соотносить себя с этим, чтобы ты выглядел в этом не уродиной, и ужасно, что на тебя оглядывались от ужаса, ты на себя смотрела в зеркало, прежде чем выйти на улицу, а как-то… Ну, вот чувство вкуса, чувство меры. Вот многие артисты, с которыми мне привелось общаться, друзья в том числе, говорили, что кино – это… в большей степени ожидание, чем сам съемочный процесс, чем вход на площадку. Это и еще в более глобальном смысле. Ты потом еще ждешь, пока это все смонтируют, и что из этого получится. А чем вы заполняете время ожидания на съемочной площадке? Значит, я в этом смысле, наверное, следую какой-то моде не очень хорошей. Это сижу и играю всевозможные игры на этих всяких… Как они? Гаджеты называются. Гаджеты. Потом я поняла, что реально портится зрение, что это затягивает у тебя потом через какой-то… опять эти кружочки прыгают перед глазами и тому подобное. Я поняла, что это какое-то не очень интересное занятие. Я решила читать. Читать не получается, потому что только тебе хочется в самый интересный момент Лена на площадку. Поэтому… И вот совсем недавно тут, значит, я увидела, что одна артистка сидит и вяжет. Просто я вязать не умею. Научилась у нее лицевые и изнаночные петли. И сейчас сижу, это замечательно. И мне сказали еще врачи, что это очень полезно. Это развивается моторика и зрение можно себе улучшить благодаря вязанию, если оно у тебя не совсем плохое. То есть здесь сосредотачиваешься и там фокус настраиваешь. И от этого улучшается зрение. Я не знаю. Буду надеяться. Просто вяжу квадраты из каких-то совсем дешевых ниток. Потом… Я уже так думаю, у меня там квадратов 7-8 навязано за лето. Я думаю, это можно будет сшить и сделать какой-нибудь покрывал. Ну, то есть, чтоб какая-то польза была. Открытость, живость, простота в общении, обаяние, женственность – это мои впечатления от встречи с Еленой Яковлевой. Надеюсь, ваши после этой программы не менее яркие. Это была «Арена Событий». Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...